Доблесть, мужество и ловкость в Сургуте торжественно открыли спартакиаду «Служу Отечеству». Мероприятие проводится уже в восьмой раз. В этом году оно посвящено 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Состязания школьников продлятся в течение двух дней на базе лицея имени генерал-майора Василия Хисматулина. Подобные соревнования дают возможность не только привлечь молодежь к занятию военно-прикладными видами спорта, но и подготовить юношей к военной службе. Участие юношей в данной спартакиаде, я считаю, это все-таки должно быть обязательно. Каждый юноша на сегодняшний день, закончив образовательное учреждение, он, наверное, будет становиться все-таки, должен пройти данные соревнования и станет защитником нашего Отечества. На данном этапе тот минимум, который дети должны знать, то есть тут все это предоставляется. Ну и также, наверное, в своих школах дети занимаются, и тут они уже будут показывать свое мастерство. Своё мастерство должны проявить юноши сборных команд 17 школ. Будущие защитники Отечества разбирали автомат на скорость, демонстрировали навыки правильного использования средств защиты от оружия массового поражения, побывали в качестве снайперов, показали свою точность в стрельбе по врагу. Все участники показали хорошую физическую подготовку, которая даст возможность в ближайшем будущем с честью нести военную службу. Самое сложное у языка, по-моему, лично для меня, ну потому что его сложнее одевать. Я не знаю, наверное, автомат разбирать, собирать. Ну потому что это действие, больше всего тренировок нужно для этого. Ну это военная подготовка, сложности нету, ничего. На канатах разбирать, ничего сложности нету, я думаю.